Святитель Игнатий Брянчанинов, Аскетические опыты, часть 2, Слово о смерти. О образе и подобии Божьих в человеке. Сотворим человека по образу нашему и по подобию бытия. 1 глава, 6 стих. Таинственно совещевался в самом себе и самим собою Бог Троица перед сотворением человека. Человек образ и подобие самого Бога в этом образе с ясностью отразилось, как солнце в капле чистой воды. Тройчность трипостасного божества. Какое же превосходное, исполненное многообразного достоинства, многообразной красоты, существо-человек. Для него создана Создателем вся видимая природа, вся она назначена в служение Ему, вся она Его чудная обстановка. Когда Создатель извлекал в бытие из ничтожества все прочие творения, довольствовался тем, что произносил свое всемогущее повеление. Когда же восхотел навершить дело мироздания сотворением изящнейшего, совершеннейшего создания, он предваряет сотворение совещанием. Громадное вещество. В его необозримом и неисчастливом разнообразии созданное прежде человека было, скажем, утвердительно, потому что, скажем, справедливо, созданием приготовительным. Так земной царь устраивает, украшает великолепный чертог для того, чтобы в нем поставить свое изображение. Царь царей и бог богов приготовляет всю видимую природу со всем ее убранством, со всем зримым нами изумительным великолепием. Потом в этот чертог поставляет, как конечную причину всего, свой образ. По окончании мироздания, пред созданием человека, бог осматривает сотворенное им и находит его удовлетворительным в виде бога, якудоб, добра. Бытие, 1 глава, 25 стих. Бытие, 1 глава, 31 стих. По сотворению человека снова бог осматривает все сотворенное им и уже находит творение свое изящным, полным, совершенным. И, видя бог, вся и лико сотвори, и все добра зелу. Человек, пойми твое достоинство. Взгляни на луга и нивы, на обширные реки, на беспредельные моря, на высокие горы, на роскошные древа, на всех зверей и скотов земных, на всех зверей и рыб, странствующих в пространствах воды. Взгляни на звезды, на луну, на солнце, на небо. Это все для тебя. Все назначено тебе в услужении. Кроме этого видимого мира, есть еще мир невидимый, телесными очами, несравненно превосходнейший видимого. И невидимый мир для человека, как Господь почтил образ свой, какой предначертал ему высокое назначение, видимый мир, только предуготовительное преддверие обители, несравненно великолепнейший и пространнейший. Здесь, как преддверие, образ Божий должен украситься окончательными чертами и красками, чтобы получить совершеннейшее сходство своим всесвятейшим, всесовершеннейшим подлинникам, чтобы в красоте и изяществе этого сходства войти в тот чертог, в котором подлинник присутствует непостижимо, как бы ограничивая свою неограниченность для явления себя своим возлюбленным, разумным тварям. Образ Троицы Бога – Троица Человек. Самое существо души нашей – образ Бога. И попадение в грех душа пребывает образом. Иверженная в пламень ада – душа грешная. В самом пламени ада пребывает образом Божиим. Так научают святые отцы. Святитель Дмитрий Ростовский, летопись, сочинение, часть первая. Воспевает святая церковь в своих песнопениях образ. Есть незреченные твои славы, а еще я заношу прегрешений. Псатырь с восследованием тропари по непорочных в субботу, глаз пятый. Ум наш – образ Отца. Слово наше, непроизнесенное слово мы обыкновенно называем мыслью, образ Сына. Дух – образ Святого Духа. Как в троице боги три лица неслитно и нераздельно составляют одно божественное существо, так в троице человеке три лица составляют одно существо, не смешиваясь между собою, не сливаясь в одно лицо, не разделяясь на три существа. Ум наш родил и не пристает рождать мысль. Мысль, родившись, не пристает снова рождаться и вместе с тем пребывает рожденную, сокровенной в уме. Ум без мысли существовать не может, и мысль без ума. Начало одного непременно есть, и начало другой. В существовании ума есть непременно и в существовании мысли. Точно так же дух наш исходит от ума и содействует мысли. Потому-то всякая мысль имеет свой дух. Всякий образ мысли имеет свой отдельный дух. Всякая книга имеет свой собственный дух. Не может мысль быть без духа. Существование одной непременно сопутствуется существованием другого. В существовании того и другого является существование ума. Что дух человека – совокупность сердечных чувств, принадлежащих душе словесной и бессмертной, чуждых душам скотов и зверей. Сердце человека отличается от сердца животных духом своим. Сердца животных имеют ощущения, зависящие от крови и нерв, не имеют ощущения духовного. Это черты божественного образа, исключительной принадлежности человека. Нравственная сила человека – дух его. Наш ум, слово и дух по единовременности своего начала и по своим взаимным отношениям служат образом Отца, Сына и Святого Духа. С о вечных, с обезначальных, равночестных, единоестественных. Видя в имени, видя Отца, возвестил Сын. Ас во Отце и Отец во мне есть. Тоже можно сказать о уме человеческом и мысли его. Ум, невидимость сам по себе, является мыслью. Ознакомившись с мыслью, ознакомился с умом, произведшим эту мысль. «Господь наменовал Духа Святого силой свыше, Духом истинной». Евангелие от Иоанна 14, глава 17 стих. «Истина – Сын. Свойства и силы имеют и Дух человеческий. Он есть и Дух мыслей человека. Истинны ли они или ложны. Он проявляется и в тайных движениях сердца. И в образе мыслей, и во всех действиях человека. Духом человека вынаруживается и ум его, и образ мыслей. Дух каждого поступка вынаруживает мысль, руководившую человека при поступке. Милосердный Господь украсил свой образ и подобием своим. Образ Бога – самое существо души, подобие душевные свойства. Был новосотворенный образ Божий, человек. Подобно Богу, бесконечен, премудр, благ, чист, нетленен, свят, чушь всякой греховной страсти, всякого греховного помышления и ощущения. Искусственный художник сперва изображает форму, черты того лица, с которого снимает портрет. Изобразив с точностью эти черты, он дает лицу, самой одежде, цвет и краски подлинника, тем совершает сходство. Бог украсил свой образ своим подобием. Свойственно образу Божию иметь по всему сходство с Богом. Иначе образ был бы недостаточен, недостоин Бога, не выполнялся его назначения, не соответствовал ему. Увы, увы, восплачьте небеса, восплачь солнце, восплачьте все светила, восплачь земля, восплачьте все твари небесные земные, восплачь вся природа. Восплачьте святые ангелы, возрыдайте горько, неутешно. Облекитесь, как в одежду, в глубокую печаль. Совершилось бедствие. Бедствие. Вполне достойно назваться бедствием. Образ Божий пал. Почтенный самовластем от Бога, как одним из ярких, живых цветов богоподобия, обольщенный ангелом, уже падшим он сообщил все мысли и духу темным, отца лжи и всякой злобы. Сообщение это осуществил действием, разъединением с волю Божию, этим отгнал от себя Духа Божия, исказил божественное подобие, сделал самый образ непотребным. Живо и точно изобразил экклезиаст бедствие падения. Разращенный, сказал он, не может исправиться, и лишение не может исчислиться. Экклезиаст 1 глава 15 стих. Расстройство образа и подобия удобно каждому усмотреть в себе. Красота подобия, состоящая из совокупности всех добродетелей, осквернена мрачными страстями. Черты образа лишены своей правильности, своего взаимного согласия. Мысль и дух борются между собою, выходят из повиновения уму, восстают против него, сам он, непрестанном недоумении, помрачении страшном, закрывающем от него Бога и путь к Богу святой, непогрешительный. Ужасным мучением сопутствуется расстройство образа и подобие Божие. Если человек внимательно в уединении в течение значительного времени постоянно будет смотреть себя, то он убедится, что это мучение действует непрерывно, раскрывается и закрывается, смотря по тому, много ли мало заглушает его развлечение. Человек, твои развлечения, твоё веселение, обличители, живущие внутри тебя муки. Ты ищешь заглушить её чашу шумных забав и непрерывного развлечения, несчастной. Едва выпадет для тебя минута трезвения, как ты снова убеждаешься, что мука, которую ты старался уничтожить развлечением, живёт в тебе. Развлечение служит для неё пищу, средством укрепления. Отдохнув под сенью развлечения, мука просыпается с новыми силами. Она свидетельство, живущее в самом человеке, свидетельствующее ему о его падении. Печатью, свидетельством падения запечатлено тело человека. Самого рождения своего, оно во вражде, в борьбе со всем окружающим и самую живущую внутри его душою. Наветует против него все стихии, наконец, утомлённое внутренними и внешними бранями, поражаемое недугами, угнетаемое старостью, оно падает на косу смерти, хотя это старено бессмертным, рассыпается в прах и снова является величие образа Божия, является в самом падении его. Сам Бог одним из лиц своих восприял на себя образ свой, вычеловечился, собой излёг его из падения, восстановил прежней славе, возвёл к славе несравненно высшей, нежели та, которая была ему усвоена при сотворении. В милости своей правен Господь. При искуплении возвеличил образ свой боли, нежели при создании. Человек не сам себе изобрёл падение, как изобрёл его падший ангел. Привлечён в падение завистью, обману злом, прикрывшимся личину добра. Все лица троицы Бога участвуют в деле в очеловечении каждое свойство лица своего. Отец пребывает родившим и рождающим, сын рождается, действует Дух Святый. И здесь опять видно, какой точный образ человек Бога. Принимает человек, человечество, сын, через него вся троица Бог вступает в общение с человеком. На сегодня пока хватит, но это, друзья, это просто то, что мы постоянно должны читать, читать, изучать. Но мы-то, конечно, развлекаемся больше. Вот как здесь и сказал святитель Игнатий Бринчанилов. Мне очень трудно начитывать, но поверьте, я с трудом читаю ради себя и ради вас. Простите меня. Завтра продолжим чтение. Уверяю вас, это слаще, лучше, дороже всяких загаров, дороже всяких Турций, всяких Мальдив и Канар, дороже всяких коттеджей и разных дорогущих авто. Поверьте, если бы мы постоянно читали это, мы бы в другом совсем жили. Но мы живем в развлечении, смехотворстве, в шутках и не можем от этого отстать. Я о себе все говорю. Завтра продолжим. Субтитры